Сегодня Бразилия, Франция, Канада призвали своих граждан срочно покинуть Беларусь, а США признавали покинуть РФ. Я думаю, что это предупреждение союзному государству, а заодно друзьям по ДКБ, что если они решатся повторить 24 февраля в каких-то там масштабах или что-то такое большое сделать, то война внезапно может начаться на их территории. Мне так кажется. Почему нет? Мне отдельно взятому Алексею Ростовичу почему-то так. Война начаться в Беларуси, например? Ну, на территории союзного государства, я бы сказал. Россию уж тоже попросили покинуть, правильно? Я думаю, что будет еще заявление. А помним бегство дипломатов из Украины и переезды их перед началом Большой войны? Сейчас их призывают побежать из России и Беларуси, а заодно ДКБ. А ДКБ намечают, что может вам надо подумать, на тему. Это вполне себе открытый намек, что уже будет горько, если вы начнете там что-то 24-го изображать. Вот смотри, на твой взгляд, это сигнал, ну, понятно, союзному государству, но вот по части именно Минска. Это сигнал Минску, что вы, друзья, никуда не втягиваетесь, иначе дипломатов там наших не будет, и поэтому бомбежки Минска, границ этого... Граждан не будет, дипломатов ничего не будет, ничего не будет препятствовать происходящему, если что. Поэтому, да, вам это не надо, они деликатно намекают. Как мы видим, взялись достаточно плотно, это еще раз под нашу гипотезу с тобой о том, что, ну, шутки в сторону, и Запад вплотную занялся темой. Подтверждают, дело в том, что я уверен на 101% практически, по ощущению, я не знаю, но я уверен, что был короткий раунд там переговоров Берна, где-нибудь ноябрь, декабрь, январь, и Путин объясняли, тебе это не нужно, выходи из войны. Разные есть сценарии, но основой является прекращение огня, отвода войска, дальше будем думать. А что он сказал? Я нет, я сейчас соберусь, я сосредоточусь и как побежим. Ну, ему сказали, если ты дурак, если ты дурак, и не слышишь добрых слов, направленных тебе на помощь, тебе идиоту на помощь, ну, тогда не обессудь.